Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анна Котлицкая, я директор рекламного агентства «Онлайн-стратегия» и автор проекта «Бизнес-тренер», в котором мы рассказываем о развитии бизнеса. Это портал и страница на Фейсбуке. И сегодня мы пришли в гости к Карабасском, к основателю Максиму Плоктию. Здравствуйте, да? И Максим нам расскажет много интересного и полезного о том, как он создавал свой бизнес и, возможно, его рекомендации, советы полезны тем, кто тоже занимается развитием своего бизнеса. Для старта, расскажите, пожалуйста, как вы пришли? Да, что я еще хотела сказать о том, что проект Карабасском, это очень интересный проект на рынке Украины. Это компания, которая не просто организовала систему продажи билетов онлайн, но и организовала целую инфраструктуру. То есть еще в 2010 году никто не пользовался покупкой, не покупал билеты на сайте, не мог оплатить картой, распечатать и прийти на концерт. А сегодня уже это все возможно. Это все благодаря Максиму, компании, который эту систему построил с нуля. Правильно ли я? Да, да, да. И когда вы начинали этим заниматься, на рынке не было таких компаний, которые вы предлагали для России, правильно? Да, дело в том, что с самого начала я вообще занимался IT-бизнесом, у меня была достаточно сильная компетенция IT. И так получилось исторически, что компания, когда еще был заказчик, она заказала у нас некую такую систему о продаже электронных билетов через свой сайт. Когда вы уникли этот вопрос, то вы поняли, что в принципе просто продавать электронный билет, с вами деле, но не получится. А на этой причине электронный билет должны где-то сканировать, где-то его должны принимать, где-то он... Бабушка на кассе, театр, нужно понять, что это все почувствует. Соответственно, мы проработали наше видение, как это должно было бы быть. Мы, в принципе, не сильно смотрели на международные тенанты, по большому счету, просто как инженеры разрабатывали, как бы правильно было построить эту систему. И нужно сказать, что на сегодня в Украине, я думаю, что одна из самых современных вообще инфраструктур по билетам, это самый украинский. У нас все практически в пущевые активы, у нас на высшую звуку, а иногда прям очень удобно, это все залы, принимают электронные билеты и так далее, и так далее, поэтому я думаю, что мы где-то в этом отношении достаточно передаваем. Это как раз может быть, знаете, бывает, не благодаря, а вопреки. Очень сильно нам еще в этом всем отношении помогло все-таки Евро-2012, потому что в то время был такой, в принципе, запрос у государства на некие авторитизации, на некие изменения, инфраструктурные проекты, в том числе и в Министерстве культуры, в принципе, от Клик-Конс и некоторые у нас даже сами инфраструктуры, и очень сильно помогли, все-таки все театры, это государственные предприятия, и очень сильно помогли, сдвинуться к месту, как раз вот этот момент, скажем, как бы, так сказать, юридического смысления, это уже технический, в принципе, уже давно было. Ну, и так вот, постепенно, постепенно мы дошли до того, что сегодня уже лета только 89%, скажем, уходите, и я проделюсь в нашем действии, проделется электронный билет. Вот это очень трудно. У электронного билета есть масса своих преимуществ. Электронный билет, в принципе, мы называем два электронных формика. Вы знаете, что мы часто работаем на одинное приложение, в большом случае, это мобильный билет, в этом мы еще больше преимуществуем. Самое важное, что электронный билет позволяет этим две ключи людей. Первое, это, если с точки зрения потребителя, это безопасность, то есть если вы даже его потеряли, потеряли, еще какие-то нюансы, вас подожгли, всегда, если вы заявляете с транзакцией, вы всегда можете их стабилизать, и вот, электронный билет невозможно наукнать, потому что даже если вас украли, обращаетесь к нам, вот, просто переединили улицу новый билет, и я имею себе никаких проблем. Ну и там про удобство и все остальное тоже молчу, не надо распечатать. Мы столкнулись только, вот, мы сейчас, не дядя мобильный билет, мы столкнулись с таким моментом, что все-таки уже все меньше и меньше, в принципе, принтеры используются. Я думаю, что у человека становится уже проблема распечатки. Конечно, для многих это проблема. Да, проблема распечатки. А почему мы до последнего времени и организаторы требовали такую распечатку? Дело в том, что просто была билетная инструкция, которая выявила о том, что билет должен быть, ну, скажем так, в бумажном доселе. То есть мы, конечно, там уже обошли этот момент, что-то не обязательно в типографии должен быть обещанным, но все-таки нужна была какая-то бумажа. Понятно, что это полностью автовизм, но, к сожалению, были такие требования у администратора в зала. Сегодня уже есть изменения от инструкции, то есть на сегодня тоже мы требуем, по большому счету, если здесь оправдан по сканированию, то, пожалуйста, вы можете абсолютно спокойно пользоваться билетами, вот это мы различаем, то есть с Севастовским, либо с телефоном, если мы говорим с точки зрения бизнеса уже на это все, то, конечно же, произошло это, можно сказать, революционно для нашего рынка. В чем связано с революцией? Дело в том, что глобально поменялась система дистрибуции. То есть мы прекрасно понимаем, что что с которым дистрибуцией, это мы должны говорить, где там розница, мы должны продавать билеты там, где потребитель узнает информацию и готовы это покупать. Ну, давайте возьмем 10 лет назад, где мы узнали, куда прыгнуть. Мы проходили, например, в метро или в воздикансии, смотрели на фишки и говорили, вот мы, наверное, туда прыгали. Поэтому, как бы, да, у нашей компании было 24 канца во всех торговых центрах, это, ну, какая-то была такая своя система. Была своя система, какие билеты распределялись. Вот с высшим таким глобным столом собиралось по 80 человек, которые там, скажем так, обмене выцелят, не билеты, не информации, не выкидывают. Все это было как-то на курецкой службе, на телефонах. Вот. Основная проблема и основной ступор рынка, и по большому счету рынок, кто потребует сегодня в этом билеты, является то, что за руми это ограниченное количество нет. А значит, выпущение наших билетов, они могут подпасть в ограниченное количество рум, значит, в ограниченное количество точек продаж. Соответственно, это стополит развитие такого розницы. Получается, я как аранглатор мог бы дать билеты и тому, и тому, и тому, я, получается, не поступаю так, потому что есть крупные игроки, которые мне там удобно работать, а там, известно, продают мой билет. Это один момент. И второй момент, как бы вы, ну, вы же тоже прекрасно понимаете, что если вы будете приходить в кассу, а там будет всего лишь выбор из двух билетов, она тоже, как бы, не работает. Тогда же, наверное, появилась уже электронная система продаж, который не снялся, потому что все работают за едином билетном поле, когда зал виден всем продавцами, допустим, на Сироте Промоском сотрудничают с двумя системными банками, на Тащербанке, Превалюантке, в совокупности там больше, чем 30 тысяч точек продаж, и не доступ к залу, и вы можете увидеть билеты сейчас буквально там в каждом селе. Это кардинально меняет взаимоотношения на рынке, потому что теперь уже появляется больше операторов, это по другому, это по инстрибуции, это с точки зрения такой классический. А если мы еще с точки зрения, что теперь принятие решений, человек ищет информацию, куда пойти в интернет, это как бы не киоски, это киоски, которые должны где-то расставить в сети интернет. А это невозможно без электронной системы. Соответственно, сегодня уже у нас есть все биджеты, модули, у нас есть партнерские программы, теперь там любой сайт, который имеет трафик, может нам обратиться, или кто хочет продавать билеты, пожалуйста, мы будем на дно спектакляшения, можем предоставить и поставить некую самую кассу в любом портале, в любой домашем. Ну, где-то все, наверное, это какой-то смысл конкретный. Вот, таким образом, мы получили в достаточно серьезный новый метод взаимоотношений для рынка целиком. А это непосредственно влияет на развитие рынка. И вообще, если бы по большому счету, это «Ардонскон» сегодня превратился, в принципе, в системообразующую компанию на рынке. Мы очень много занимаемся развитием рынка как таковой целиком. Потому что, скажем так, очень много еще здесь вещей требует систематизации, наверное, еще про рынок шоу-кризисов на целом. Все-таки это такая достаточно творческая цена. И бизнес, и подходов, они только-только начинают, скажем так, здесь уменьшать, по-настоящему, скажем так. Как вы влияете на них? Вы как-то договариваетесь о каком-то затрате? Ну, во-первых, да, смотрите, в первую очередь мы сами являемся достаточно системной компанией, и уже как бы сама по себе работа, уже мы приносим некий порядок, некому хаосу, да. Это уже достаточно большим видит. Второй момент. Постоянно происходит как бы внедрение, ну, то есть вот как бы обмен опытом, внедрение каких-то новых, там, наверное, моментов, технологий, а все равно, так сказать, на маркете, на маркете, на интернете, на людей. В принципе, в принципе, общее обучение рынка движений как в этом направлении. Ладно. Мы партнеримся, стараемся партнерами, мы поддерживаем каких-то, скажем, таких роков. Примерно нас сейчас очень сильно интересует, мы видим недостаток музыкальных критиков, ну, скажем, музыкальных изданий. Ну, я бы сказала, что ее вообще практически нет. Ну, в какой-то, ну, это совсем не правда, но на самом деле, ну, то есть, вот, скажем, есть набор классных ребят, которые хорошо пишут, они читают, это какие-то небольшие проекты, но оно далеко от, может быть, какого-то привлекательности, потому что это не привлекается, и поэтому забывается, ну, я как потребитель этого продукта, я с удовольствием читаю всевозможные там и таблоиды, и какие-то журналы, либо сайты, на которых можно узнать, что происходит на кишевом бизнесе, но я очень редко сталкиваюсь с обеспеченной критикой. Да, как еще мы влияем? Мы, в принципе, если вы даже посмотрите, потому что мы, я не знаю, мы чуть ли не единственная компания, которая, в принципе, занимается в мире. То есть мы это делаем для себя, он серьезно делал маркетинг, все, и... Аналитика чего имена? Рынка. Рынка шоу бизнеса? Рынка шоу бизнеса. Что, как, сколько, какие объемы, а как это все продается, то есть мы, в принципе, на то есть и на момент, на самом деле, достаточно спектр. Как вы, на что вы должны повлиять, чтобы знать, что вы сможете заработать больше? Сейчас уже у нас относительно все очень понятно, поскольку мы мыслим там целым, и мы просто смотрим на рынок, то есть у нас есть объем рынка, который мы понимаем. А не можно как-то оценить сейчас, какие-то цифры? Конечно, это достаточно не так сложно оценить, если ты более-менее понимаешь, как продается, сколько продается, допустим, то есть мы уже посещаем. Мы можем какие-то ослучивать цифры, из-за этого, годовой обороты или что-нибудь? Нет, мы можем ослучивать, у нас это порядка 30 миллионов евроизмичный оборот. И мы продаем где-то около 30 тысяч билетов, что еще там цифра, вообще рынок телеком, это где-то около 200 миллионов миллиардов, а годовой. вот это будет. Нет. Ну, а как вот ваш собственный доход? Вот как вы, не знаю, более популярный певец должен быть, или там более востребованный людьми, как ваш доход формулируется? Ну, то есть, вы как-то... творческих коллективов, кто-то молодой, там, мы стоим на кубике, и там... Наша задача, мы просто как бы, должны быть, свой сервис, продажа бета, качественного, и быть в помощь организаторам. То есть, это больше организаторы, не умы, это того, кого, как, чего привозить. Мы, нас интересует вот другого, вот это нас интересует, это насколько люди, в принципе, хотят посещать, живут, приехать. Вот, мы будем любозиться в том, чтобы, то есть, потом, и фестиваль, если возможно, мы видим сейчас, что Карина, у нас будет такой фестиваль, но вообще, Карина имеет все шансы стать, но, наверное, вот на днях прошел, апрес-экенд? это потрясающе, это потрясающе, а, пленарь имеет шансы стать в одной из самых фестивальных стран, потому что мы, и, и, географически находимся на, достаточно некомфорном, то есть, это получается, большой приз, где, вот, у нас сейчас есть проблемы, да, с пожаром, кстати, но, все так, а, мужчины судьи могут приехать с Востока, да, с запада, это все, действительно доступно, вот, у нас, много чего есть, инфраструктура, но, большое количество своих людей, в том числе, но утренние люди существуют, достаточно, но, что все-таки, объемом 40 миллионов, вот, поэтому, и относительно себестоимость, а, инфраструктура, там, еще какая-то камера, наверное, в том числе, какие-то, в том числе, в том числе, это все еще, дешевле, поэтому, фестивали будут развиваться, и у нас все больше и больше будет объявляться таких много качественных проектов, как раз, несмотря на все кредиты, все-таки, мы видим, статично, успешно прошел план, крупный фестиваль, этот парк, и фестиваль, адрес, вот, там, в данном случае, побег все рекорды, потому что, это было 5-7-135-10, то есть, такого большого мероприятия, такого большого, такого, что еще, украине, объективного не происходило, и несмотря на всю эту сложность организации, такого мероприятия, это, ну, я бы сразу скажу, это безумно, тяжелый, вот, всего лишь там были какие-то небольшие моменты, там, задержки, еще другие занимаются, в принципе, в целом, оно прошло достаточно, ну, плохо, и, с учетом первого опыта, я вообще считаю, что все широко. Вот, также, на «Онтлос-викенде», мы впервые презентовали систему бесконтактных протяжений на браслетах, поэтому, это были парточки, то есть, мы только такие же системы, они играют, вот, здесь уже было все сделано тоже, это, поверьте, в общем, такой мировой уровень, это реально уровень, а, когда, на фестивале используется сравнительная система протяжений, тогда это все сделано классно, красиво, удобно, не знаю, можно показать, можно показать, как мы видим браслетик, вот это. Ну, давайте посмотрим. Это вот у вас уже такой следующий, да, шаг? Да, вот вы можете посмотреть, видите, браслет, это он, они были отпечатаны ванной, это очень, такой, современный новый браслет, видите, он, как бы, браслетик, замятники, присидинки, он одевается, и вот браслетик, перерывал на чип, который, говорится, как у ваших, нашликом, и эти ванны, на новой, в районе, и мировки. То есть, вы продолжаете, вносить свои инновации, в этот вид бизнеса, в сервисы? Все, что только можно, мы видим, такое инновационное, поддается, при каком-то, скажем так, в IT, автоматизации, мы стараемся, вот так, как бы, рассмотреть, об этом изучать, и, мы делаем это, предоставить, решение совершено, как такие натуры. Хорошо, а если мы немножко вернемся, все-таки, на старт, вашего бизнеса, у многих людей, которые хотят начать, что-то свое, развивать, какое-то свое, свое направление, они думают, вот как им, начать свой бизнес? Например, вот есть люди, которые свои деньги вкладывают, есть те, которые привлекают инвесторов? Я расскажу основные принципы. Конечно, многие, наверное, читали это не Роберта Кирозаки, и какие-то, какие-то подобные вещи, что они делают, что они делают, что они делают, чужие и чужие. Я считаю, в этом отношении, свои опыты, свое мнение. Вот, если основные принципы взять, вот первое, что самое важное, нужно понять, это, я на себя когда-то так понял, что по большому счету, если вы делаете карьеру, идете на работу, в любом случае, в любом случае, да, вы всегда уходите с миглинием. Это, ну, то есть зарплата, ну, а зарплата, ну, какая же, ну, очень много, 5, из них было бы, ну, хорошо, ну, 10, ну, если вы делаете минус, то вы можете зарабатывать 100 тысяч долларов, ну, миллион, то это метр, а ничего нечиняется, соответственно, и в этом есть определенный интерес, потому что, скажем так, планки для вашего развития не существуют, вы не запередите, соответственно, вы можете это первое. Второй момент, возможно, это тоже зависит от характера, но для меня это было тоже достаточно важно, это то, что вы, по большому счету, не имеете какого-то ограничения, и можете делать то, что вы считаете нужным. То есть, если вы верите в какую-то идею, вы ее реализовываете, и вам никто не мешает, и кто не верит, то, знаешь, когда она, скорее всего, не придет, не нужно никому что-то так вот. Это вы просто понимаете, если вы трезвые цели не могли, трезвые дети, не верите, то, пожалуйста, не верите. С точки зрения, если смотреть, что начать, и с чего делать, я всегда исхожу из двух принципов. ключевых. Первый принцип это, если спрос на эту музыку, вот, скажем так, называть себе выпуск, она вообще не на руки. Вот, например, возьмем те же, там, чипы, ну, примерно, есть в системе, как у них станет, не существует. Есть такая потребность, чтобы это было тогда организованным. Вот, ты ложишь в образ, сколько эта система может стоить, сколько они на то, что они стоят, и, 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 дальше мы уже начинаем. то есть, сам факт, что это как бы нужно, уже говорит о том, что как минимум нужно делать, если это не ботерет. Когда уже есть свой бизнес, когда уже есть какой-то свой бизнес, то, конечно, всегда нужно смотреть, что может быть рядом, что вас может расширить, потому что, если все-таки, разработка такой системы, она пусть не будет нам близка, потому что мы еще занимаемся на другую систему. То есть, когда живы, дороги, какие-то, мы слушали, и у нас одна и та же, как диспетентская база, с которой можно работать. Поэтому, оно к нам, скажем так, позитивно ложится. Вот, второй, который я смотрю, вот, восточный фильм, то есть, начинать и начинать этот и новый бизнес, это, объем рынка. просто нужно, тоже, в мемосе, если посчитать, тебе тот, ну, премьер. Деремки, держи, там, фестиваль. Если я понимаю, что фестивали, в целом, продают биллентов на такой-то утробьем, а я там, померю, что, если я удалю, такой-то там процент, я приблизительно себе понимаю, сколько я потенциально могу заработать. Это очень важно понимать, потому что, иногда очень кажется, что если будет ниша, то бывает, не задумываясь, вообще, если это не пить. Ну, например, в Украине, мы, наверное, не слышали экзаменов. Но, если мы сейчас посмотрим, как и покупается, вот, то, возможно, на перспективе, в этом есть смысл, начинали, что-то делать. Но пока, наверное, еще не так интересно, как для крупных системных, я поверю, но в этот раз, если она соберет, то все те же крупные системы металлевозят машины. Она очень удивляет, начнет упаковочие у нас на воздействии электромобилей. Взрослым, просто, у нас таких, где шансов, то ничего у меня нет. В принципе, наш успех, он тоже связан, чуть-чуть, с такой вот внешностью. Не только. Он связан еще с тем, что мы все-таки объективны, высококих новостей, на серьезном, и новом уровне. Это является нашим причем-другим. То есть, когда-то в свое время, он тогда занимался IT, у меня все время, мы доставляли консультацию, мы продавали решение, для заканчика. В это время я устал заканчика уговаривать, чтобы мы сделали ему лучше. Я подумал, что, послушай, давай мы возьмем сами, мы идем в какую-то сферу, и в этой сфере просто крименили все наши компетенции и знания. информация, айти, и, конечно же, получается, что мы пришли достаточно зубастые и научные отношения, и, конечно же, технологические, и, конечно же, технологические, и, конечно же, по обращающей достаточно короткий период, мы, в принципе, за два года подняли. Но вы свои ресурсы вкладываете? Вкладывался ресурс, и с точки зрения уважения детей, я вообще считаю, что, конечно же, всегда элемент, можно, привлекать какую-то инвестицию, если ты уверен, если ты знаешь, что у тебя есть ресурс, зачем тебе переплачивать за кредит, зачем тебе переплачивать за кредит? То есть есть ресурс, но там есть кредит. То есть пока что, я вам честно скажу, вот я, например, я еще ни разу не вложил единый депозит. Ну, я не в какой-то больших количествах вообще не работает. То есть у меня всегда было видение, как я эти деньги приумножу с помощью своих проектов, с помощью бизнеса. Да, мы инвестируем в бизнес, но просто взять деньги и положить в банк, я у вас уверяю, что банк не такой бизнес-мен, который в условиях, скажем так, наших изменщих, который так вот рамотно распределиться, не меняет. На чем вы сейчас работаете, что вы видите, вот как вы будете, вы будете развивать свой бизнес, у вас есть вот еще какие-то, вот что-то еще какие-то, еще инновации, или все-таки рассматривать еще другие немножко? Ну, на самом деле, у меня было разные бизнесы, есть, да, это скульпт-кармазка, это скульпт-кармазка, это скульпт-кармазка, и мы сейчас идем в три ключевых направления. Все они связаны, так и иначе, все равно что будет. Первое направление, это мы продаем тикетинговые системы на международном рынке, то есть все, что касается международного рынка. Мы уже сделали в Германии объединенный оператор на рынке, мы уже сделали технический подъем, вот сейчас это переговоры с Агрария, в Соединенные Штаты, Голландия, Франция, пока это все там переговоры в процессе, но это было как-то не поздно, кто-то, то есть, и мы уже будем там отрасли, что-то делать. Это первая позиция, потому что все-таки у нас хорошее решение для многих, и по ужеродным ценам это все на порядке, ну, просто буквально на десятки дней ниже. Вот, поэтому это одно направление. Второе направление, которое мы смотрим, это все, что касательно инфраструктуры, не контентные таки, не открытые, на открытые, все не наступающие сервисы, которые существуют, это смотрите, ну, на самом деле, что такое концерт, у нас есть само по себе контент, там, песни, ну, что-то, да, 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 и потом дальше пошло все эти сервисы, это начинает сцена, кончет, продажа, и это все равно, так вот, мы все сервисы по рекламе, по билетам, по продвижению, по продажам, то есть для Рошер, мы предоставляем максимальных клиентов, вот мы сейчас уже начинаем как бы и туры делать, какие-то, то есть, мы предоставляем прям уже готовые, готовые решения, да. То есть организаторы к вам обращаются для того, чтобы вы полностью, вот, да, полностью обсудили, если это не по организации, либо если это артисты, сейчас, по большому счету, по большому счету, сегодня артисты, вообще, нам в мама даже верят, но и мы лучше им продадим билеты, чем он сам их продадал, это уже одна речь. Сейчас мы прямо работаете уже с артистами, да, есть артисты, следующий момент, это мы только начали, но, в принципе, я думаю, это тоже с перспектива, но все-таки работаете, если мы только на термо составляющим, иначе мы сейчас, скажем так, начали какие-то первые шаги, куда мы продадим составляем. Интересно. С чем это связано? Если честно, ну, скажем так, я точно так далек от этого бизнеса, вот, и на данном жиле не может так же сделать, но мы столкнулись с такими рынками, что все-таки Украине гастролировали, это российские, это странно, и это занимало достаточно большую долю, там, порядка 75%, и вот представьте, что 75% они ушли с вами, да, то есть у нас просто рынок пустын, и когда мы, зависящие, в принципе, от этих объемов, обратились к нашим, скажем, назовем так, к продюсерам, или к нашим артистам, и тогда эти продукты, которые пойдут люди, то вы видите, да, что Канал из-за даун, такой тормоз, и мы видим, какой колоссальный спрос к стадии. Вот эти вот все колоссальные сборы, сон-даун, это говорит о том, что украинский спрос сегодня превышает предложение. Всего я уже обсуждал сегодня. И вот, и мы понимаем, что на самом деле украине есть проблемы. Вот эти молодые команды, молодые команды, они, наверное, если провести по науке, они сравнили с стартапами, да, сравнили. То есть это тоже молодой творческий, кто хочет что-то делать. Но если бы IT имеет целую инфраструктуру, большую, меньше, у них фонды, капиталы, не знаю, акселераторы, которые выращивают обучение, формулы, это много-много всего. Вот для артистов, для артиста этого ничего в принципе нету, в таком масштабе. Соответственно, артист всегда, попадая в отрасль начинающий, он доходит до какого-то уровня, по памяти занимается, скажем, по-малорству, и ему всегда сложно перешагнуть в профессионально. Парма такая большинная проблема. И мы помнили, что из трехсот молодых групп мало кто способен выводить тот продукт. Продукт, на данном случае, мы тоже понимаем, понятное дело, что там какие-то песни пишут, за ним есть и хорошие, и все остальное. Но если мы говорим как про бизнес, мы не можем просто взять одну хорошую песню, и на это все. Потому что продукт, это и работа командами, это и пиар, это и шоу, это и клипы, это ровная кризисная работа. Потому что потребитель, артистовая, все принимает полностью на всей упаковке. И просто послушает песню. И просто послушает песню, то он не выслушает дома. Поэтому мы поняли, что упаковывать всякие продукты на какие-то деньги и инвестируем, то есть некое. Поэтому мы понимаем, что... У вас уже есть какой-то группа какого-то артиста, который вы машинами... Да, вот этот потерпите чуть-чуть, и мы... Уже интересно. Да, мы как-то есть, мы работаем с несколькими. Как же формат выбирали? Какая-то должна быть... Это там, женская... Ну, когда... Нет, ну, это все рок-рук, я тоже не могу объяснить. Почему? В принципе, этого большого нету. Дело в том, что... Если мы говорим про артиста формата, там, певец или девица, то вы понимаете, во-первых, это нужно с ним-то заниматься каких-то локалов, и все-таки дальше. Значит, нужно где-то в нем покупать песни. И еще что-то в это дело, да. То есть для нас это тоже, когда это обрешаемо русское, я не до конца-то тоже понимаю, как это правильно делать, это скорее, там, к нашим неумедитым борьбюсам, которые, думаю, у всех нас уходят, вот это как бы их лектор, да. Вот. Мы все-таки хотим работать с творчеством единства, которые сами генерируют контроль. Мы все-таки, которые поможут его покрывать, дать инвестиции, дать ему турбу, для того, чтобы просто-таки вывести. Поэтому смотрим больше на команды. А на случай... Да, конечно, есть отбор, мы смотрим с мемор, кто обращается, но все-таки мы работаем только с уже такими подросшими, скажем, командами, с командами. То есть они состоялись... Да, они тоже состоялись, это уже начали не астралируют, они уже подошли, они уже работают, в принципе, профессионально, им не хватает просто ну, каких-то элементов для рыбки. Прошу пламы, да. Да, да, да. То есть, потому вот это вот, мы на этом, на раунде Би мы приходим. Так вот, почему мы рог взяли? Потому что на самом деле как бы есть такое вот массовое... Как бы культура есть, поп, я уже объясню, не поп, я уже объясню. Есть рок и есть элитронные. Так вот, просто жизненный цикл элитронной музыки это 4-5 лет. Вот, а жизненный цикл рок-музыки это 30-35 лет. А вы заметили, что сейчас многие бизнесы, они имеют небольшой цикл, например, тоже ресторанный бизнес, они тоже быстро... Это удача, но, смотри, это тоже немножко не будет. Это ресторанный бизнес, мы могли просто, что не как концепция одного ресторана, но я как ресторан, да, я могу там, ну, той же точке, выглядели, сменять концепцию, то есть это очень похоже, как так же с тем же начальнику, и так далее, но, в принципе, оставаться в этом бизнесе дома, и дома, и дома, и дома. Поэтому мы вкладываем концепцию, вот здесь нужен подход больше, скорее всего, к рынку, цепочку, то есть это, как-то занимать фестиваль, и машину, ну, только у него работа подробно. А в работе, у меня здесь удобно, в том плане, что мы работаем с коллективом, мы ее вкладываем, выращиваем, и мы ее переводим, соответственно, вот его времени, у нас достаточно времени. Урок музыки, у нее более длительный период. Конечно, он более длительный период, а дальше, то есть более перспективно. Если мы идем в правильные шаги, то развиваемся, то мы купили в рост, в рост, в рост. Понятно. Хорошо, какие бы Вы дали советы, рекомендации начинающим предпринимателям, те, кто планирует начать свой бизнес? Что делать, что не делать? Ну, во-первых, правило такое, то, что, я думаю, уже не раз слышали, оно однозначно будет. Это лучше что-то сделать, чем не сделать. Знаете, лучше сделать и проверять, чем не сделать. Вот еще там, я всем рекомендую, это очень важно. Это, вот если Вы регистрируете тупер, то сделайте это самостоятельно. Если Вы сдаете его, вот Вам нужно пойти и сдать финал, там, из-за налогового учет, вот пойдите, и, ну, вот, сдавайте его самостоятельно. Все само... Это, особенно если Вы начинающим, это Вам колоссально даст понять, потом и в будущем, Вы будете очень хорошо понимать, как работают бухгалтеры, будете хорошо понимать, как это все делается, на котором все работает. Я очень много делал вначале сам, вот это экономи деньги, а во-вторых, это просто тебе открывают глаза, как это все работает, они все процессы, и ты потом становишься, можно сказать, вот так, если другими с Вами более рано, мне у кого не дичь, что-то, то, соответственно, ты угасаешь, коммуникаешь со своими сотрудниками, ты понимаешь, что ты работаешь, ты мыслишь в рамках так много наших каких-то реалий, и вы не понимаешь, потому что, когда ты от этого становишься готова, то рано или поздно на тебя настигает, и по-моему, когда это настигает, в момент роста, потому что, когда идет рост бизнеса, ты не занимаешься бизнесом, а я же не верю. У нас есть много в нашей стране конкуринных клеющих, да, потому что у нас свободных дней, что мы дешевые рабочие силы, так далее, но есть обленные недостатки, у нас недостатка является то, что ты должен, кроме того, что ты как бы и бизнес, ты еще и должен уметь жить в этой системе, так сказать, то есть, чтобы она, она, правила, вот она, вот она, что-то еще в этом не свой недостаток. То есть, навык бизнесмена в Украине, он должен включать и умение понимать процессы, как мы находимся, как мы находимся. Работать в этой системе. Да, работать в этой системе. Потому что тебя где-то пытаются надуть, где-то где-то пытаются лишний штраф, поедет, или еще что-нибудь. И, соответственно, в этих форматах мы будем ориентироваться, будем о ней понимать и тогда наращивать, и наращивать, и наступать. Пока мы маленькие, у нас немаленькие проблемы. Когда мы пришел, то уже удовлетворили сумму, другие проблемы, но мы уже тренировались, и мы участвуем, у нас такие проблемы с билифками. Ну да. И так помочь в эти билифки найти наоборот, наставить. С точки зрения, конечно же, очень важно это акцент на подбор команд. Вначале это очень важный момент, понятно, что вначале это сложно. Как заинтересовать команду, если ты находишься на начальной стаде, ты не являешься ни лидером на рынке, ни каким-то там известным персонажем? Только дискуссия. Это собственная механизма и целеустременность. То есть когда люди верят в тебя. То есть ты, грубо говоря, продаешь себя людям, ну, хорошим, по-моему, это услуги, да, ты свою идею, что они заражаются твоим энтузиазмом, они, скажем так, видят твою харизму, они верят в то, что ты это как бы не сделаешь, да, и должен быть еще так называемый, это называемый, социальный договор. Почему он социальный? Потому что, понимаете, когда вы договорились с человеком, в принципе, еще не проявляешься, не так, как вы говорите, речь о доле, да, о компании, не совсем проявляешься. Социальный договор такой, приведите на то, если бы у вас стоять, то вот, ребята, вы мне поверьте, мы там пройдем, но я свою очередь, вас не обманул, не кинул, а вы потом будете тоже, ну, когда вы договорились, будет тоже все хорошо, там, вы будете в каком-то там, вот это, вот это понимание, оно должно быть вообще, если получается это, скажем так, более привести к материальному степени, как-то лучше, то это не только пока все стороны. Это тоже очень хорошо, потому что, вы понимаете, просто хороших специалистов, это, скажем, людей, ну, скажем, приличной энтузиазме, ну, но они тоже самое при этом мягкие перспективы, то есть хотя бы озвучить, вот это, как это, судьба, навыки, вот это вот, я, 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 так же еще рекомендую, в принципе, это тоже полезная функция, это все-таки, сейчас мир очень быстром меняющийся, и, и, и сложный, сложный, это я имею в виду, что можно иметь много компетенций. Да, и это согласно, связано с сезонами. Поэтому, я за то, чтобы не поменял, что сейчас время много, можно искать, вот у меня много видов, все разные, все разные, какие-то, то есть я, отлично вижу, например, что, вот есть ребята, технические подковы, мне, маму, дайте, допустим, свое техническое продажа, я сама уже соединяюсь, говорю, у них каждый выполняет свою функцию, хорошо, да, и, соответственно, пресс, он уже получает, все очень, очень, вот эта вот такая операция, она очень, она очень, она это все делает сам, а то уже сегодня, не, вообще, не, я, когда говорил, что нужно, ну, не вещи проделать сам, это в высшей степени, для того, чтобы ты просто, прощуку, по нему, то есть, вот пойди, вот, я вам скажу пример, в программе, это, это очень классно, это когда мы писали, в этой системе писания писали, ну, все это, как он несущий класс, и так далее, пока я его не посадил, три дня в кассу, так вот, за три дня, пока он сидел в кассе, он написал программу, лучше, больше, и адаптировал, чем он написал, до этого три месяца, потому что, когда к нему, он хоть почувствовал, как его программа работает, тогда у тебя там, в окошке стоит, контейнерный клиент, а ты там не можешь, какие-то нюансы существуют, наверное, долго, неудобно, то ты сразу начинаешь ощущать, это очень важно, да, это так же, и ты как руководитель, да, то есть, если ты просто не понимаешь, как ты внутри, то ты можешь просто не ощущать, ну, там, требовать, либо нет, либо просто на подъеме, на тебе. Поэтому, это будет очень важно, на всех, я стараюсь, в принципе, побывать на всех точках, комплективности, и достаточно быть поздно, насколько это возможно, это на шеф-фу работу делается, уникатно. Если приходит к вам человек на работу, и на какие качества ли делается, как вы понимаете, что этот человек подходит к вашему процессу? Если честно, включил факт, включил качества, которые я смотрю, я смотрю на декларации. Человеческие качества? Да, честные качества. Я, я клянусь, я ни одного раза не смотрел диплом, вот вообще ни одного раза. То есть, диплом, если у человека есть, ну, там, озвучить, что мы изъя никогда не проверим, есть у него где-то. Поэтому я вообще могу, в принципе, подозревать, что может у меня, даже, это там по жизни не предупредит. Я никогда не знаю. Понятно, что в момент там оформления, там, в Алтее, запрашивайте, какие-то, где он, там, мы сейчас принимаем, сейчас настолько, как бы, ну, еще не забывайте, я все время сладкий с какой-то новой профессией. Абсолютно с новыми, да? То есть, ну, ради бога, у меня был парень, который закончит химический факультет, но он реально, гениальный программец. Ну и толку, что он так химический факультет, но, в принципе, все равно. Если я не то, что у него нету там диплом, правильно? Мне кажется, сейчас все, новые профессии, расстраиваются в процессе работы. Конечно. А если мы возьмем диджитал, маркетинг, там, СММ, все остальное, это вообще все новые люди, они кто-то работал, кто-то. Кстати, вот такой пример, я не знаю, почему, но все самые лучшие дизайнеры, которые у меня работали, они все закончили ИНИАС. Я вообще считаю, что ИНИАС, это районный институты выпусков и делаем. Интересно, почему, но я четко заметил, что группа реляться. Если хороший дизайн, класс, то все, я скажу, что ты здесь. ИНИАС. Понятно. Если, раз я сама занимаюсь рекламным бизнесом, у меня рекламное агентство, мне вот интересна ваша оценка. Как вы оцениваете сегодня роль социальных сетей в развитии бизнеса? Вот в вашем бизнесе. Я думаю, отмошусь очень просто все. Понимаете, у нас все разные. Если ты там, в Ютубе, и мы работаем с крупными заказчиками, то в принципе, социальные сети, на меня пришла только для того, чтобы мы не могли экономить консульцию, там неют контактирую. То есть, понятно, что это все тоже используется. У вас есть там большая доля трафика, который вы получаете? Если мы понимаем, что у нас будет этот балкас, то опять же, какой-то вот это, если мы не проверим, это массовое дело. То есть, детство, естественно, нас интересует любую экономику, здесь массовое. Поэтому, если мы говорим про какую-то конкретную социальную сеть, и там есть миллион украинцев, которые там что-то делают, мы туда идем. Если это будет какая-то игрушка, в которой миллион украинцев каждый день что-то делает, мы туда придем. Ну, вот включится так. То есть, мы просто идем там, где трафик. Поэтому, понятно, что сегодня с этой самой сеть имеют основу, что мы понимаем, что мы делаем способ поискровенности в том месте трафика, естественно, мы там присутствуем. Дальше, если мы говорим еще лучше, то, что я говорил, то есть, нужно смотреть, где потребитель подъявляет информацию про ваш товар. Допустим, про наш товар, конкрет, люди очень много смотрят на страничках в Facebook, да, или там, в ВКонтакте. И, кстати, ВКонтакте у нас уже больше карты, потому что мы в силу того, что это более молодежная сеть. Ну, да. Поэтому, естественно, что мы идем туда и присутствуем в этих паурах. Нам там это важно. Подскажите, вы как человек, который уже хорошо в дирижном рекламе вы себя ощущаете очень хорошо, вот предположим, я занимаюсь продвижением в социальных сетях, у меня такая специализация, вот как вы видите развитие рекламного бизнеса в ближайшем будущем, как, вот я не знаю, организировать рекламное агентство, чтобы больше приняли приносила. Куда идти? Как? Смотрите, я вижу, рекламные агентства не все превратят, ну, я просто, понимаете, это же по большому счету что, это условие журнала агентства, да, это по сути консультанты. Ну, давайте скажем прямо, если где-то очень много бизнеса за рекламных свойств, там, не знаю, Google AdWords, там, таки, ангелс-метрики, ну, ну, завел себе аккаунт, у меня компания, они себе крутятся. Google сам заинтересован, чтобы можно больше линии в долгое дело, чтобы можно больше принять того, поэтому он будет давать инструменты, упрощать, и делать это более понятно. Вот, соответственно, вот я себе пользуюсь, скажем, зачем его? Поэтому, это чистая вода, и главное, это знать за консультантом, да, так же, как консультанты, проведенный с консультантом. В общем, что может быть консультантом? Очень простые вещи. Первое, он знает народное количество, родного опыт, просто знает, большой опыт и других компаний, да, то есть он просто знает, не надо. То есть, вы, большим счетом, нанимаете консультанта, профессионального, то вы просто покупаете время и хорошие качественные юзкейсы, и ароматность, это было у всех настроек. То есть, будет время юзкейс, все остальное, вы можете через X времени, попробовать тот, 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 и все равно, там, можно пойти, допустим, и хорошо проводить. Вот, теперь, с точки зрения, почему еще, это, и опять же, что еще компонентство может быть, это может быть, и пропало, в смысле, для небольших компаний, чтобы содержать, ну, я вам сразу скажу, это потому, что, хорошие специалисты, это от 3 тысячи до, до 100, да, да, ну, не каждая компания, может, это содержать, да, поэтому, есть, мы сейчас, будем специализироваться, в семье, да, то есть, представляем, да, какое-то большинственное, ну, вот, там, я вижу, такую, вот, зачем, как бы, нужно, экономить, то есть, мы работаем, всегда не ведется, но мы отказались, потому что у нас это, в принципе, основной бизнес-процесс, и у нас, в основном, не просто мы занимаемся продажей, в основном, вот это то, чтобы и в рекламе, и в инвесаре, и в основном, в контраке, и во-первых, конечно же, а у хаус, и наши ребята, в первую очередь, что уже делали, и еще, еще, что очень важно, потому что наша компетенция, это тоже конкретная пенция, мы не хотим продавать, мы не хотим, чтобы вообще знали все наши спины, потому что если вы сейчас можете идти, посмотреть интернет, объективы, там, вы едете, там, билеты, все увидишь, не понимаете, там, при этом очень стоит много трудов, денег, компетенций, все просто, это очень сложно. Ну, я поэтому к вам и пришла, потому что я сама наблюдаю за развитие вашей компании, мы, так вот, после, мы, может быть, были знакомы еще там со времен IT-новета, вот, я обратила внимание на это создание этой компании, я только когда развелась, сейчас я вижу вашего дипа на всех офишах, по телевидению, и, конечно же, для меня это не было интересного. Ну, да, мы просто очень высокий разъем, опять же, за счет, все-таки, того, что, по-другому разу, вы удобно работаете и в комплексе IT-сервиса, и качестве все-таки услуг, потому что, когда вы проводите мероприятие, у нас приходят по 50-1000 людей, то вам вы не можете себе отдавать риск, работая с компанией, где это все, допустим, удавались, и у нас 20 тысяч людей, но в основном, мы опасные, люди, люди, ну, совершенно не умеют. И поэтому все, если вы посмотрите, абсолютно все большие мероприятия, я буду только с двороской. Ну, в силу того, что мы умеем, с этим у нас обещали уважение. Большое вам спасибо за подробный рассказ, было очень интересно, я для себя отлична, вот очень много полезного извлекла из нашего издомого. Спасибо вам за время. Ну, я еще хочу пожелать ребятам, сейчас время, смотрите, заниматься бизнесом. Вообще, я уверен, что мы все превратимся в фриламп, когда мы ребенком, да, то есть, вот, и... Ну, как это будет. Да, такая эра. Поэтому, считайте, что, в большом счете, вы из всех уже рождены, как бы, для бизнеса. Еще мы быстрее это поймете, и, скажем, еще какие-то первые шли, где мы уже, потому что скоро уже некому будет вас брать на работу. А если мы еще оранжим политик, мы еще будем так долго оставлять. И только вы желаете сам и любите сам. Да. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.